Совещание по безопасности пассажирских перевозок. Начальник отделения технического надзора Денис Самандраков начал со статистики. За прошедшие 7 месяцев на территории муниципалитета зафиксировано два ДТП по вине водителя общественного транспорта. ДТП эти произошли. Первые, 29.03.2021 года в 6.30. День недели, понедельник. Водитель, Белокаменное шоссе, водитель выехал в первый рейс только с гаража, поясняет, что ему светило солнце, он потянулся за очками и совершил наезд в правом ряду, в настоящее транспортное средство, фуру, грузовик. Аналогичный случай произошел 16 апреля на Крымской улице. Водитель наехал на фундаментный блок, разделяющий потоки машин. В результате ДТП пострадало 4 человека. Причина аварии в том, что водитель собирал плату с пассажиров, не останавливая движение автотранспорта. Стоит отметить, что сотрудниками отделения технического надзора регулярно проводится комплекс профилактических и контрольно-надзорных мероприятий по факту каждого нарушения. За 7 месяцев проведено у нас 8 оперативно-профилактических мероприятий автобус, 7 мероприятий тахограф, 7 мероприятий технической неисправности. Все проводится регулярно, ежемесячно запланирован в графике. На встрече представители компаний-перевозчиков могли задать свои вопросы сотрудникам отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа. Один из наболевших – причина сужения шоссе в сторону жилого комплекса Новомолокова. Мы, по-моему, еще в 2019 году давали предложение расширить вот этот участок на три полосы, чтобы две прошло прямо и одна – расширить одну полосу на поворот. То есть мы давали такое предложение Мостодор, министерство, но пока еще на сегодняшний день данное мероприятие не сделано. Также на совещании обсуждались такие темы, как соблюдение расписания и жалобы пассажиров на грязные транспортные средства. В основном, насколько я понимаю, жалобы поступают именно, что автобус якобы не мыт, это уже вечернее время. Но в течение дня автобус ездит, к сожалению, водители, даже можете посмотреть, в автобусах есть метелки, савки, они на конечках их выметают. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева напомнила о правилах поведения пассажиров в салоне автобуса. Можете даже делать замечание родителям о том, что ребенок не обязан и не должен бегать по салону транспортного средства. Зачастую такие ситуации вы видите, вы встречаетесь с ними. Поэтому наша с вами общая задача – не допустить травмирования пассажиров в транспортном средстве. Подобные встречи с представителями транспортных компаний сотрудники госавтоинспекции проводят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ.